Небольшую зарисовочку, ребят, сделаем до официального, естественно, выпуска следующего видосика. Пока что накапливаем всякие ресурсы. И сейчас мне очень сильно хочется на Ешке кое-что сделать. Во-первых, мы откроем 8 улучшенных баночек и почти возьмем следующий уровень. У нас 81 есть сейчас, 82 без половины процента. Почему нам очень сильно нужен 82? 82 нам нужно по причине того, что у нас будет пророчество воды второго уровня. И по сравнению с первым левлом оно начнет давать уже как бы некоторые приколы побольше, поинтереснее. Ну, ладно, я думаю, сегодня в любом случае он возьмется. Очень надеялся, что этот момент на видео попадет. Ну, хрен бы с ним, в принципе. Ладно. Так, вот она книжоночка. Нам нужна одна страница записей Хардина. Она делается легко. Ткань я купил. Кристальчики мы накопили. Табличку 10 штучек я тоже взял. И вот Адена нам нужна, которая как раз таки есть у нас с Твиночка. Свеженькая, тепленькая парная Адена только что была в мопчике. Кроме того, нам, естественно, нужно залезть в клан. Так, не в магазин клана, а вот тут вот в активности клана. И нужно сделать вот такой вот взнос. 500 монеток мы закидываем. Получаем 500 монеток клана. И это очень хорошая штучка, потому что далее мы эти самые 500 монеточек вполне себе тратим на записи Хардина. И у нас получается все готово для того, чтобы скрафтить вот эту вот вторую книжку. Вероятность, ребят, всего лишь 25%. Но если что, хотя бы магические таблички мы в обратку получим. Магические таблички это самое дорогое, что здесь есть. По факту потеряем всего лишь 2. Это минус 18 лямов. Ну, потому что кристаллички я не могу как-то посчитать. А ткань стоит типа по 9 тысяч. Ну, короче, минус 20 лямов адены мы сделаем. Но, хотя нет, не минус 20. У нас еще минус 500 л монет, между прочим. А 500 л монет это 1,18. Вот, короче, общее количество адены, которое мы тратим, примерно 50 лямов. Учитывая, что мы еще туда закидываем л монетки. И не считаем кристалл адены вообще. Вот, ну, времени тянуть как бы я не вижу. Мы просто пробуем создать. Вот так вот гномчик нам говорит, что мы... Нет, к сожалению, не в этот раз. Но я думаю, что в скором времени мы на это дело еще поднакопим. Потому что кристалличков есть еще на полторы попытки. Вопрос только в аденке. А она в любом случае накапливается. Более того, она сейчас очень мало стоит. Поэтому, если что, можно будет просто часть л монеток на это дело отменять. Мы тут же поднакопили на еще один трай. Те же самые 25%. Вот она книжечка. То самое святое восстановление. Не сложно, в принципе, было еще раз затравить. Потому что никаких прям уж супер ресурсов мы туда не закинули. Единственное, вот, ну, нужны кристаллы зачистки адена. Их просто не взять. Вот прям сразу из воздуха. Даже за бабки они накапливаются постепенно. Вот. Итого мы делаем второй трай. И получается у нас... Опять, к сожалению, фейл. Ну, следующий или максимум через один. Я думаю, уже все сделаем. А пока что я пошел плакать. Вот здесь вот, короче, бегает один товарищ. Он стал специально здесь, за кадром. Но я не знаю, кто это. Это никакой не мой твеночек. Я обычно вот тут вот прям к камушку выкидываю вещички. И аденку на твеночков, чтобы перебросить. Вот. Но что-то меня этот кавалер, он немножко, ну, напрягает. Неужели он решил присвоить нам наши пожиточки маленькие? Вот. Поэтому мы сегодня будем все это дело избегать. Ну, а точка, она у нас уже слишком легендарная. Чтоб мы, ну, как-то уходили из этого места. В общем, поехали. У нас сегодня есть что? У нас сегодня есть порядка 35 кликов рандом крафта. Это, во-первых. Во-вторых, на каждом из 14 персонажей у нас, кроме всего прочего, существует еще по упаковке модификации серьга долины драконов. И, соответственно, по колечку дерзости. Итого у нас, как бы, 14 трав и того, и того. Вот. Ну, я предлагаю, наверное, все же начать с рандом крафта. И, в общем, поехали. Сходу нам вылезает кожный доспех величия. Давайте попробуем его создадим. Не получается. Глаз духа. Это лоу-а пушка. Но, в любом случае, для коллекции она могла бы людям пригодиться. И да, получается. Давайте прям, опять же, сходу посмотрим, сколько она могла бы стоить. Очень долго, как обычно, прогружается межсерверная торговля. Это 135 L-монеточек. Окей, окей. Ладно, без вопросов. Поехали дальше. Купон на доспехе. И для кого-то это может быть мусор. Но для меня это попыточка заточить перчатки МЖ на плюс 5. Вот. Также есть вот эта штука, которую в любом случае заел коины. Главное, чтобы ничего из этого не выпало. Даже, в принципе, зелье восстановления нам подойдет. Потому что, как бы там ни было, можно вообще тогда хил вырубить и на полную использовать наш пятый пояс. Значит, узнаем, что нам выпало. И получается топор искусства войны очень неплохо. Прожимаем, смотрим. И топор искусства. Ну, и 72 L-монетки. Тоже, типа, вполне себе окей. МЖ-тушка. Я прям не знаю. Это все, между прочим, на Е-ешке. Это мы даже никуда еще и не уходили. МЖ-тушку в любом случае тоже нужно будет троить, пробовать, создавать. К сожалению, не выпадает. Но Е-ешка прям вообще радует, на самом деле. Прям сейчас своим рандомом. Еще один топор искусства войны. Как бы там ни было. Даже если мы поделим его стоимость на 5. Да, потому что 20% шансового падения. И будем всегда его создавать, когда он выпадает. В любом случае, мы будем выходить в хороший плюс. Но не сегодня. Так, выпуск... Нет, ну это в натуре. Это что-то происходит непонятно. Хотя, если приглядеться, ничего такого нету. Спех Талума нам не нужен. На бедреньки синего волка тоже. Да, они запечатаны в любом случае. Печатки Талума скорее стоят 20 L-монет или около того. Но Ледяной Лук, насколько я помню, нужен для коллекции. Поэтому давайте пробуем создавать. И получается, слушайте, да, Ледяной Лук. Так, давайте смотреть вообще, во что он у нас уйдет. Еще 70 монеток. Хорошо, хорошо. Типа, если что, если что, мы уже набили практически на 300 монет. 300 монет это, ну, нормально. Ну, лямчиков 25. А Денки, по факту, мы сделали прямо сейчас на ваших глазах. Посох Парадий вот такой вот, между прочим, стоит 50 L-монеток у нас на межсервере. Давайте пробуем затащить. И, ну, к сожалению, не он. Ну, ладно. Продолжаем, ребятки. Переходим к СБ. И у нас здесь Лоу А молот. Ну, в любом случае создаем. И получается у нас, ну, к сожалению, не он. Ну, ладно, идем дальше. Опять же, МЖ Робо, точно так же, как, ну, Тушка, да, только теперь уже Робо пробуем создавать. Кроме того, некоторые еще интересные приколы есть здесь же в выборе. И, да, слушайте, плюс Мантия Величия. У меня, между прочим, Ешков такое же бегает. И сейчас мы посмотрим, за сколько вообще можно будет это все дропнуть на межсервере. Еще 114 монеток. Ну, мы великолепны, мы великолепны. Даже сказать не о чем. Посох Мертвеца, ребятки. Практически 200 монеток стоит на межсервере. Редкая пушка, которая всем нужна для коллекции. Но, к сожалению, не сегодня. Может быть, кстати, попробуем поточить потом бэшную пушку. Потому что на СБ у нас АДН плюс 10 и бэшная может быть поинтереснее. Меч Вальхалы, между прочим, в любом случае пробуем создавать. В открытом доступе его в игре негде взять. Ну, выпадает большой шлем. Окей. Вот такой вот тяжелый топор Рока. Между прочим, стоит порядка 45 л-монеток. Кроме того, есть еще сапоги синего волка, которые... Ну, я не буду проверять. Скорее всего, стоят они мало. Но спросом должны пользоваться, как ни крути. Так, рука поагаю. Ничего хорошего. Так, гробовщик. Вроде бы это мидовский ашный древний меч. Пробуем достать и получается у нас... Да, слушайте, ну это плюс гробовщик. В любом случае он нужен в коллекцию. Я понимаю, что берсов не так уж и много. Еще 250 монет. Ну, все на ваших глазах. Игра абсолютно без доната совершенно. Так, меч затмения. Меч затмения, между прочим, стоит у нас от 190 монеток. Поэтому мы пробуем его достать. И, ну, к сожалению, не он. Но жерель защиты тоже, между прочим, стоит нормально. Слушайте, нет, ну красиво, красиво. Сегодня вот прям хорошо, действительно хорошо идет рандом крафт. Камень эволюции. Камень эволюции это в любом случае хорошо. Нужно стремиться к тому, чтобы его создавать. Во, кольцо дерзости. А мы сегодня их перетачивать, между прочим, будет. Поэтому будем в любом случае пригодиться. Точки, скорее всего, останутся. У нас опять выпадает тяжелый топор мертвеца, как один из вариантов. Давайте пробуем. И, да, слушайте, получилось его достать. По всей видимости, по всей видимости, это реально была прям какая-то судьба сегодняшнего дня. И мы, в принципе, ну 45 монет за 300 тысяч аден вполне себе окей. Опять же, камень эволюции. Может быть так же, как с топором мертвеца. С топором мертвеца у нас получится его достать. Нет, к сожалению, нет штаны демона. Еще один камень эволюции. Я не помню выпусков с ЕЕшкой, чтобы у нас было настолько много реально вот этих вот камней эволюции. Создаем, пробуем, смотрим. И, да, действительно, плюс камень эволюции огня. Хорошо. Давайте посмотрим, Рилли, сколько он стоит, потому что реально ни разу не выпадали. Камни эволюции плюс-минус все одинаково должны стоить. Вот. И 250. Их можно, по-моему, обменивать нужные на ненужные с небольшой доплатой или около того. Далее смотрим. Сходу нам выпадает кинжал демона. Стоит он порядка 50 монет или около того. Но элкоины сейчас настолько дорогие реально, что нужно пробовать как бы там ни было. Но, к сожалению, выпадает не он. В принципе, хорошая тема попробовать взять себе за недорого. Попробовать вытащить серьгу долины драконов. Честно говоря. Ну и, соответственно, давайте сделаем тот самый трай. Нажимаем кнопку создать. И получается у нас нет. К сожалению, не то, что мы хотели. Ну ладно. Смотрите, у нас есть лук превосходства. Насколько я помню, это довольно интересная штука. Нужно пробовать вытаскивать. Нажимаем нашу волшебную кнопочку. Поехали вперед. И нет, к сожалению, ненужный рок карика. Ну и дальше тут еще можно попробовать вытащить запечатанный молот ледяной бури. Но я точно не буду ссувать его в коллекцию на Ешке. Как бы такие себе траты не особо понятные. Во втором окне у нас идет кинжал тьмы. Также идет калишмарт. Вот, в принципе, неплохие штучки. Очень даже вкусненькие. Ну, не то, чтобы прям супер. Ну и ладно. Зато не жалко пролететь мимо. Так, жезл избавления. Жезл избавления, к сожалению, ничего абсолютно не стоит. О, а вот это вот довольно-таки интересно. Легендарный меч. Это мидовская одноручная ашная магическая пушка. И нужно... Ну я как обычно. Я просто как обычно. Ладно, он бы, скорее всего, все равно не выпал. Блин, как же это больно-то каждый раз. Господи. Мне нужен, короче, специальный человек на зарплату, который меня прям по рукам будет бить за такое. Если согласен, ставь плюс. Платные кожаные набедренники стоят порядка 70 ломонеток. Но у нас не хватает 18 аден, чтобы их достать. Просто из-за того, что там какой-то чел стоял на заднем плане, я прям очень не хочу что-то дропать на пол. Пробуем доставать штанишки. Ой, так, аккуратно. Пробуем доставать штанишки, по идее, довольно интересные. Но, к сожалению, нет. Дальше еще есть вот такие вот дуалы. Дамаскус, Дамаскус. Я даже не знаю. Наверное, это мидовские, да? Вот, кроме того, есть посох духа, бэшная. И еще у нас есть кристальный кинжал. По-моему, не то, чтобы они прям все супертоповые по своей стоимости. И нам нужно еще немножко адены докинуть. Ну, с другого твинка, в принципе, у нас сложностей с этим никаких нет. Подбираем немножко адены. Пробуем создавать. Нажимаем и получаем, ребятки. Ну, кто бы мог подумать, кто бы мог подумать. Естественно, сапоги из грубой кожи, которые стоят целых... О, ну, хотя бы 30 монеток. Ну, хотя бы 30 монеток. Уж не знаю, удастся их продать или нет. Ну, хотя бы попробуем, ладно. Рок славы, плюс посох демона. И еще какое-то колечко. Ну, скорее всего, колечко ничего не стоит. Но нужно пробовать доставать. Немножко адены еще накинули. Главное, теперь не перепутать кнопки. И достаем ненужный мусор. Спасибо. Хорошо. Идем дальше. Так, здесь есть костика им ванула. Вот. И больше нет абсолютно ничего. Та же руда, к сожалению, она не передается внутри аккаунта. Но кости стоят как бы соточку монет. Поэтому, как по мне, можно даже попробовать и... Опа, не та кнопка. Окей. Хорош. Так, вперед. И нет, к сожалению, получается руда. Здесь над веночкой, ну, к счастью, тут руды как бы очень много. Ее вполне на 100% хватает. Ну, да ладно. Последний разочек обновляем список. И получается у нас ничего. Адамантитовая серьга. Даже не хочу пробовать ее доставать. По-моему, она не стоит ничего. Ну, можно проверить на всякий случай. Да, к сожалению, абсолютно ничего. Поэтому не хочу даже на нее обращать лишнее внимание. Теперь мы, в общем, прикинем стоимость того, что мы накрафтили. И, ну, сколько там? Ну, получается где-то на пару тысяч монет. Или около того. Я думаю, мы сегодня наделали делов. Учитывая некоторые интересные редкие предметы. И вот если бы я не пропустил, конечно, еще вот этот забытый меч. Ну, ладно, ладно. Со временем я перестану таким заниматься. В следующем выпуске попробуем это дело пофиксить. Вот, теперь на каждом персонаже аккаунта за боевой пропуск. Напомню, откуда я вообще это дело получил, да. Мы переходим в задание. Вот здесь вот уровень заданий. Боевой пропуск. И вот здесь вот можно было, соответственно, сначала получить колечко дерзости на каждого персонажа на аккаунте. Потом серьгу долины драконов. Многие, ребятки, пишут, кстати, под комментариями о том, что, мол, ха-ха-ха, Максим, там, корейцы уже поменяли эту систему боевого пропуска. К нам этот патч приедет, ну, дай бог, дай бог, до весны. К тому времени мы уже найдем кучу других способов, как буститься. И более того, сделаем себе такую внутрянку на ЕЕшке, что вот эти боевые пропуски, они особо уже и не нужны будут. Вот. И все будет хорошо. Кстати, другие еще, ребятки, некоторые мне предъявляют за то, что у меня вот такой вот раздвоенный экран. Мне удобно в таком раздвоенном экране. И удобно и снимать, и показывать. Я мог бы конкретно какое-то отдельное окошко постоянно, типа, держать на переднем плане. Но это с технической точки зрения просто стрёмно. Вот. Ну и более того, по-моему, очень даже наглядно. И сразу демонстрируются все преимущества хорошего, качественного, взрослого монитора. Потому что весь интерфейс умещается, и все офигительно работает. Я вообще уже забыл, что такое, чтобы у меня одно окно вот так вот было, типа, ну, на весь экран. Что это вообще за бред? Это вчерашний день. Вчерашний день. В общем, в общем, ребятки, давайте делать так. Я думаю, логично было бы сразу пробовать точить, ну, хотя бы от плюс двух, да, по-моему, на плюс один. Да, стопроцентная вероятность. Поэтому для начала на отвеночке сделаем на плюс два. И то, и то. Ну, плюс один, потому что, если что, на самой ешке, типа, фигнем. Окей, есть сережка плюс вторая. Вот, и колечко сделаем сейчас тоже плюс второе. Ну, во всяком случае, мне так кажется, вероятность, вероятность довольно-таки высокая. Окей, нужно понимать, что это два разных аккаунта. Если мы на избэшке сделаем, а на ешке все переломаем, то мы не передадим. Потому что это итемы очень сильно, жестко запечатаны. Колечко на первом твене на избэ заходит тоже на плюс два. Вот, и сережка, конечно же, тоже заходит. Блин, вот я не понимаю, зачем нужно это. Такая, конечно, знаете, анимация выскакивает, при том, что там стопроцентное создание. Что вообще за бред? Окей, и тот, и тот итем мы сделали на первых твеночках на плюс два и на плюс два. Да, четыре плюс вторых итема. Далее мы можем переходить уже к некоторым интересностям и пробовать затачивать на плюс три. Первое плюс третье колечко мы успешно делаем. Первую плюс третью серьгу мы тоже нет. Слушайте, ломаем. Казалось бы, да, 80%, а поломалось. Пробуем делать для избэ теперь третье колечко. И ломается. Слушайте, ну прям сломы какие-то пошли, да. И серьга для СБшки третьего уровня у нас есть. Затачивать приходится на самих твеночках, потому что если сережки передаются, то заточки для них не передаются, к большому сожалению. Не будем, кстати, забывать о том, что нам нужно по две сережки и по два кольца и на ЕЕ и на СБ. Поэтому не переходим к предыдущим твеночкам, потому что по факту у нас пока что есть только три из четырех нужных итемов. Вот, и далее уже на следующих твенах занимаемся проточкой более серьезно. Опять произошел слом. Как бы, не знаю, на плюс три оказывается всю эту историю затачивать не так уж и безопасно. К слову о том, что как бы есть любители еще протачивать талисман Баюма, вот, который вроде как тоже с высокой вероятностью точится на плюс один и на плюс два и на плюс три. Ну, слушайте, ломается и хрустит оно вообще максимально легко, на самом деле. Просто два слома подряд тупо на плюс три. Нет, там, может быть, там не 80%, я, может быть, что-то не понимаю. Ну, на плюс два с другой стороны еще пока что ни разу не сломался. В общем, что-то непонятное происходит. Ну, на Ешке как-то поуспешнее итемы заходят хотя бы на плюс три. Это уже само по себе вполне себе, ну, неплохо. По факту, да, нам не нужно затачивать на какие-то прям супер большие цифры. По факту, единственное, что мы действительно берем от этой, да, представленной бижутерии, так это факт того, что она нам просто дает практически столько же магической защиты, сколько нам давала бы АТОП бежа на, ну, не заточенная, но тем не менее. Опять слом происходит на СБшке. Вот, ну, на СБ действительно что-то не так сегодня идет. Есть еще одна партия третьего, вот этого, третьей вот этой дерзости на ЕЕ от веночки, поэтому давайте, наверное, пробовать уже сходу затачивать и на плюс четыре тоже. Так, первый итем, который мы попробовали сделать на плюс четыре у нас ломается, хотя, опять же, вероятность была 60%. Ну, 60% ладно, я согласен, не так уж и много. Теперь еще хрустнем сережечку, да, на всякий случай. И, да, на плюс четыре пока что ни одного итема абсолютно у нас нету на ЕЕ, а на СБ у нас проблема реально даже с третьими итемами в данный момент. Ну, на вот этом вот твиночке, который, между прочим, уже предпоследний среди именно твинков. Будет еще один персонаж и уже идет сама СБ. Так, есть третья сережка, это хорошо. Пробуем колечко сделать. Здесь просто реально прям вот туго-туго с третьими итемами. Но пока что у нас комплекта из четырех третьих итемов, по-моему, даже нету, если колечко сейчас хрустнет. Ну, не хрустит и хорошо. Переходим к следующим твинам. Пробуем делать на твиночке ЕЕ, опять же, четвертые элементы бижутерии. Заходит колечко на плюс три и на плюс четыре ломается. Окей, идем дальше. Сережка у нас получается тоже ее нужно гнать на плюс четыре абсолютно точно. Пока что она зашла на плюс два, заходит на плюс три. На плюс четыре будет хотя бы один итем сегодня? Нет, слушайте, опять все поломалось. Ну, окей, там как бы есть еще сами основы. Я с этим делом не спорю. Есть еще на самих основах эти итемы, да? Их можно будет попробовать тоже подточить. Но что-то у меня такое ощущение, что на ЕЕшке у нас четвертых итемов, скорее всего, не будет. Окей, ладно, не забываемся. На СБшке, в принципе, пока что будет хватать и третьих. Просто самое хреновое, если я потом все перекину на мейн персонажа аккаунта. Но просто сами точки закончатся и придется кидать в обратку. Но лучше уж так, нежели чем остаться без итемов и перехрустеть, что называется. Вот и добрались до самых главных персонажей аккаунтов. Давайте сделаем на СБшке. В принципе, можно здесь уже даже пробовать загонять на плюс четыре. На плюс четыре, вот честно говоря. Потому что должно у нас в любом случае все это дело сработать. Третья сережка есть. И получается у нас... Нет, не получается у нас. Переходим к колечку. На плюс один, естественно, заходит. На плюс два, конечно же, заходит тоже. На плюс три колечко у нас уже просто само по себе ломается. Окей. Так, с СБшкой все понятно. Сейчас сюда просто перегидаем с других твеночков. Может быть, еще что-нибудь получится. Попробовать хотя бы точнуть. Переходим к Ешке. Здесь спокойнейше можно даже не запариваясь фигачить на плюс четыре. Если не получится, да и хрен бы с ним. Мы не гонимся за статами. Сережка не заходит даже на плюс три. Ну, может быть, зайдет колечко. Мы не гонимся очень уж сильно за статами. Нам нужна тупо магическая защита. Потому что это отличнейшая вообще возможность загнать магическую защиту на нормальные какие-то реально отметки. И есть хотя бы одно плюс четвертое колечко. Теперь давайте попробуем скинуть на мейн персонажа и бежу. Так, ребятки. Немножко я перебздел. Чуть-чуть мы некоторые вещи перепутали. Очень уж много итемов у нас осталось на персонажах. Но так даже лучше. Как я уже говорил, лучше я немножко сильнее предохранюсь, чем нужно. Но в итоге мы ничего прям критичного не поломаем. Давайте, получается, две заточки закинем оставшиеся вот в колечко, которое есть еще на СБ. Итого у нас очень уж много получается колечек на СБ. Вот. Сейчас будем с помощью твеночков этот вопрос фиксить. Есть, кстати, еще вот свиток на серьгу. С сережки у нас три третьих и одна вторая. Давайте попробуем сделать еще одну третью. И да, есть еще одна третья. Окей, слушайте, я так скинул вот на одного, ну на одних персонажей, на главных. И оказалось много еще чего можно поточить. Я думал, все у нас немножко хуже. Здесь, кстати, вот еще одна есть серьга долин драконов. На ЕЕшке она как бы, ну, надетая уже. А, и на СБшке, между прочим, еще два кольца. Нет, ну это хорошо, это хорошо. Это мы сейчас будем, значит, заниматься. Давайте тогда на мейн персах эти вопросики порешаем. Колечко дерзости. Вот тут вот заточка есть. Мы эту заточку закидываем во второе кольцо. И да, ломается. И хорошо. Меньше потом нужно будет разгребать. Еще есть две заточки на серьгу. И, получается, мы вкидываем в нулевую. И, получается, у нас из нулевой вторая. Окей, хорошо. Итого у нас есть три сережки. Две вторых, одна третья. Ну, две вторых просто сейчас скинем на первого твеночка. Попробуем одну из них, типа, загнать. Если что, закинем обратно. С колечками, в принципе, все то же самое. На первом твеночке есть точно три точки под кольца. Закинем все три кольца. А, ну, в общем-то, этим и займемся. Итого, одна хорошая серьга и одно хорошее кольцо у нас остались на основе. А здесь у нас, соответственно, есть заточки и сами итемы. Берем точки на серьги. И у нас есть две вторых серьги. Первая, вторая серьга становится третьей. И, так, еще одна вторая серьга тоже, по идее, должна стать третьей. Ну, во всяком случае, 80% вероятности у нас на это есть. Так, окей. Давайте теперь попробуем одну из них сделать четвертую. Если что, соответственно, оставшуюся закинем на ешку. И, да, слушайте, есть четвертая. Окей. Хорошо, сейчас мы сверимся. Также у нас есть ешка, по-моему, с четвертым колечком или около того. Поэтому делаем из первого третьего кольца. Никакое кольцо. Из второго третьего кольца мы делаем... Да, тоже никакое. Поэтому у нас одно. Всего лишь третье остается. Следующую серьгу, вот эту вот, плюс третью, мы сейчас кинем на следующего трюночка. И попробуем ее загнать. Ну, наверное, получается аж на плюс пять. Но для начала перекинем все нужное на ее. Кстати, вы заметили, что у серия пропал? Кто-то заметил, что у нас просто потеря бойца произошла? Опа! И у серия появляется. Небольшая задержка. Ладно, оштрафуем его немножко сегодня. И таки да, на еешке у нас есть, в принципе, полный комплект, очень неплохо дающий защиту бежи. Сейчас буквально последний итем мы попробуем делать. Ну да, четвертое колечко, четвертое серьга, третье серьга и третье колечко. В идеале, короче, сейчас нужно сломать ластецкий итем, потому что иначе у нас получается, что нужно затачивать еще. И нужно будет эту заточенную кидать на ешку. Вот она, третья сережка. И нам нужно обязательно именно что ее сломать. И да, все, сломали. Значит, на ешке у нас полный комплект. У нас третье, третье, четвертые вот эти драконьи дерзости. И это нас, в принципе, вполне себе устраивает. На ешке будем сейчас немножко более последовательно этим делом заниматься. В принципе, в принципе, можно отложить полный комплект бежи. Сразу мы накинем. И просто условимся, что на основе у нас надеты третьи итемы, а все остальные итемы мы сейчас будем просто-напросто насиловать. Очень неудобно, что заточки не передаются внутри аккаунта. Что это вообще за бред? Почему они не передаются? Но, тем не менее, по крайней мере, итемы мы можем перекидывать и затачивать просто другими персонажами. Сходу закидываем, в принципе, заточки в кольца. Я думаю, в целом, можно даже все три сразу в одно из колечек закинуть и не запариваться совершенно. У нас просто два нулевых кольца еще было. Да, есть одно плюс третье кольцо. Сейчас будем на следующий вот веночко кидать. И есть еще вот такие вот сереженьки. Плюс третий. На основе, на СБшке тоже есть плюс третий сережки. Поэтому можно, в принципе, брать и ломать. Совершенно они нам плюс третий не нужны. Плюс третий комплект уже есть. И есть одна четвертая. Это хорошо. Вот аж дрожит земля после того, как мы все это дело заточили, ребятки. Вот какой контент, хотел сказать, стример. Но я скорее блогер, да, делает. Добиваем наше третье колечко до плюс четырех. Естественно. Ну, почти. Почти добиваем. Кидаем ластецкую точку в нулевое кольцо. И, в принципе, можно переходить к следующему твинку. Колечко наше плюс первое на следующем твиночке становится сначала плюс вторым. И сразу после этого становится никаким. Окей. Меньше колечек, меньше проблем. Итого, меняем одну сережку на СБ на четвертую. Получается у нас почти как на Ешке, но еще есть некоторый запас. Мы можем попробовать три колечка выточить. Одно из которых все еще... А, два из которых все еще плюс вторые. И также у нас есть третья сережка. Сейчас тоже будем кидать на следующего твиночка. Главное, как я говорю, не запутаться. Пользуемся заточками. Сходу закидываем тогда точку в серегу, чтобы уже с ней как-то разобраться. И есть одна плюс четвертая серега. Это хорошо. Значит, на СБшке есть две плюс четвертых. И одну еще плюс третью можно будет попробовать поточить. Точки кидаем во вторые кольца. Ну, именно, кольцовые заточки. Есть одно плюс третье колечко. И я думаю, что у нас будет еще одно плюс третье колечко. Да, есть еще. Получается плюс два. Окей, хорошо. Слушайте, ну... Прямо события как-то разворачиваются не самым очевидным способом. Давайте перекинем тогда именно что у кольца на следующего твинка. А вот серегу нужно будет кидать на основу. Сразу разберемся, наверное, ребятки, с серегой. Скорее всего, мы сейчас ее сломаем. Нет! Блин, третья плюс четвертая серега. Хорошо. Ладно, тогда давайте хотя бы колечки попробуем поломать. Первое плюс третье колечко. У нас тоже становится четвертым. Я не знаю, что с этим делать, ребятки. У меня уже просто... Ну, точек скоро столько не останется, сколько нужно. И еще одно плюс четвертое колечко. Ну, я хз, ребят. Все происходит буквально на ваших глазах. Плюс четвертые колечки кидаем, естественно, на основу. Плюс третье кольца. А вот сережку сейчас одну из четвертых придется затачивать. Так, ну, кольца здесь все переломать у нас точно ресурсов не хватит. Здесь заточки только две. Но серегу, пожалуй, мы можем попробовать вполне себе загнать. И, наконец-то, она ломается. Все, пятых сережек у нас не будет. Давайте теперь оставшиеся... Если мы сейчас переломаем оставшиеся колечки, то будет вообще великолепно. Так, первое у нас не становится четвертым. И еще одно колечко. Было плюс три, а стало... Да, стало тоже плюс четыре. Так, и что мне с этими кольцами делать теперь? В общем, прикол в том, что на самом деле на кольца у меня уже просто нету, как таковых, заточек. То есть у меня есть два кольца, которые хорошо бы, наверное, попробовать поломать. Но просто самих заточек, как таковых, мне взять неоткуда совершенно. Поэтому мы прямо сейчас принимаем, естественно, на персонажике у нас на одном из треночков вот эти вот штуки. Когда мы передали по аккаунту, передаем обратно на СБшку. Ну и, по всей видимости, по всей видимости, они будут у нас просто там лежать и ждать. Ну, непонятно чего. Такой, как бы, корейский байт на то, чтобы мы покупали в магазине за адену вот эти вот наборы. Но, честно говоря, я не вижу практически вообще никакого смысла этим делом пользоваться. Пускай колечки пока что лежат. Может быть, я их потом закину к себе на склад куда-нибудь просто, чтобы они не мешались в инвентаре. Итого, ребятки, четвертые-четвертые кольца. Третьи серьги у нас на СБшке получились. На ЕЕ у нас немножко все это дело поскромнее. Тут четвертые-третьи. И меня это вполне себе устраивает. Можно наконец-то избавиться от вот этой ненужной дефолтной бижи. И вообще чувствовать себя полноценным человеком. Вот такой вот выпуск сегодня был. Всем огромное спасибо за внимание. В следующий раз мы будем точить то, что у нас дальше по боевому пропуску. А по боевому пропуску у нас на каждого веночка нужно будет выловить по два талисмана Адена. Да, это получается по 14 талисманов Адена на каждого персонажа. И они передаются. И точки на них недорогие. Вот, если даже точки не передаются, можно будет тупо выкупить с магазина и вообще не запариваться. Кроме того, немножечко поизгаляемся с рандом крафтами, как обычно. Ну и может быть на днях еще один трай сделаем на книжечку для Е, чтобы у нас экономилась посильнее манна. Огромное спасибо за внимание. Совсем скоро увидимся в следующих роликах. Всем пока.